Начинали комментировать, ты говорил, что все типа плохие, вот этот вот отстой, вот тот плохо играет, тот вообще в муте. Я наоборот такой, ну чувак, ну может они делают это потому, что вот это и вот примерно то же самое, настолько наоборот с ней. То есть она хороший полицейский, я плохой, потому что тебя-то нету под боком, чтобы унижать людей. Приходится мне... ну не унижать смысл, а указывать на их ошибки, давайте будем корректны в своем исполнении. Потому что рухаб за корректное исполнение. Да, Митя? Да, конечно. Определенно. Но не мы. Но я из другого отдела рухаба, где всем плевать. Авалонны. Я определенно против всего, что ты назвал, но не мы. Но не мы. Но не мы. Окей, классно. Так, не знаю, насколько сложно, но классно. Никс с Агром и Ластилером, как тебе этот набор? Ну это понятно, это инфизбомба в Никса. Инфизбомба в Никса, тут Омни Найт Свену, Оракл 2 подхил, Авалон Клаб делали так вчера, это было очень сочное. Сейчас считаем парка под ей двуми, это будет вообще непобедимая армада. То есть это будет просто... Хотя... Они будут идти, будет много хила, их будет не взять, у них хороший фарм. У них Свен стакает ташки с Доминатора и вообще не парится. Типа стоят на всех линиях, все время показываются, их не взять. Впрочем, это довольно сильно. Ну тут довольно сильно то, что хотя бы армор есть, да. То есть это минимум уже силы. В принципе, неизвестно, почему Дуа Бао в предыдущем пике не додумались против Найкса взять Свена. Потому что, ну, один из нормальных перцов с точки зрения того, что Найкс не сразу его пробивает. И даже... Ну, то есть под Сордаром, конечно, проще становится в тысячу раз, но все равно замечательный перц. И селедка-то все равно уже в бане. В чем Дуа Бао сами забанили селедку и пикнули Ластилера. Интересные парни. И надо сейчас что-то срочно еще придумывать, чтобы снимать Нинайтовские, Репелы и все остальное. Перц, который был бы с диффузами. Герои с диффузами. Мы сегодня с тобой даже видели, Гайрозор собирал Ластетец. Урса собирал, а диффуза. То есть все собирали, а поэтому допускаю, что просто берешь любого парня, который с руки бьет. На него диффуза ложатся хорошо. Есть эта проблема не в том, что диффуза нужна, а в том, что еще есть Оракл. То есть ты не можешь его сдиспелить. Так, и Рубероид. И вот, кстати, да, Милу не хватает в этой игре, потому что здесь есть Ластилер. Тот самый, с бомбой? Тот самый, да. Тот самый. Он так призывно смотрит на Огромага. Огромаг переводит призывно следовательно на Нюкса. Нюкс переводит стену на Рубика. Да какой он? Он ничем не переводит, у него глаз нет. Блин, посмотри, там просто хоботы и все. Просто под шлемом. Ну да, но типа неизвестно, есть ли они там или нет. Может быть он слепой. Есть, есть. Переводит на Рубика, а Рубик переводит на Ташку, хоть на Ашка. Она просто в стену смотрит. Она, да, она принимает в себя эту инфиз-бомбу. На Литашку-то свистнули, то есть Ташки не будет у Авалонов. И надо им будет как-то выкручиваться. И они выкручиваются Розором. Изи. Грамотные решения. Ну хотя бы не банят его, знаешь ли. Не такие уж. А не лошары. Ну что ж, Авалон. Взялись, Розором не нанят Баунти Хантера Свен Оракула. Они смеют, что Митя из-за этого пика 100 пудов вообще голосует. Окей, друзья. Напишите троечку, если вы за Авалонов. Четверочку, если вы за пик Дуобао. Чисто ради вот демократии. Расскажите нам, кто вы думаете выиграть. Ну, именно с пиками. Не в формате силы. Потому что по силе мы поняли, что Авалоны могут. А Дуобао пока выглядит достаточно сомнительно. Как, в общем-то, и вся третий эшелонная китайская Дота. Так. Это второй эшелон китайской Доты. Почему это второй эшелон? В смысле? В смысле? Эти ребята куда сильнее, чем ты думаешь. Второй эшелон это типа ВГД, а вот это вот. Это тоже второй эшелон. Подожди. Подожди. Есть команды, которые сильно хуже всего этого, а не третий. Да, серьезно? Сейчас я зачекаю. Да. Не надо зачекать это. Может быть, не в рамках ДПЛ, но вообще. Так, друзья, сорян, если... Это я альт обнулся, поэтому сейчас мы... Слушай, ну, Дуобао и вправду в нормальном находится состояние. На Госсу они стоят на 20-м месте. Так они не на Госсу, они в рамках данной лиги неплохо стоят. Просто Авалон, значит, вчера переели, его с тех пор разваливают. И Дуобао пытается взять ответный смок, их ревилит Оракол, пытается убежать, его копают, сбегают на сферы с замедлением, подвышка, Оракол сфер все снимает, замедляет данного сфера, и тот, получив много урон от вышки, уходит. Замечательное действие. Важно-то совершенно другое. Важно то, что на боте Темпларка заберет ботом, точнее, в смысле, баунтиру, на топе Рейзер. Ораколу бить не удалось, это замечательно для Авалонов, соответственно. Ну, и мы будем наблюдать здесь битву баунти-хантера, которая будет пытаться ромить Темплар-Оссасин на миде вместе с Рейзером. Они достаточно много дамежи в ней будут вписывать. Но, правда, сбивать постоянно щиты-то особо нечем, то есть, ну, они оба не обладают каким-то поизоном, дот-уроном, точнее. Ну, в общем-то, Ташка, соответственно, будет не особо доволен в любом случае происходящим с ней. И свапы линиями, кстати. О, мне на это присылают на ботом. Град паладина, поставьте на линию, где его будут насиловать жестко, Лайфстиллер вместе с Ораколом. Да, мы пофармим. Ну и правильно, на самом деле, а чё, чё страдать-то? Теперь у них есть возможность топивать, потому что Нюх стоит, вот ни о чем не подозревает, улетает Сан, улетает, хороший рассказ от Оракола. И тут неожиданно еще БХ-сенвиза, вот тут то, к чему Нюхс явно не готов. И на этой линии Суэнс себя будет чувствовать хорошо, и на фарме он этого Лайфстиллер в любом случае сделает. Поэтому, если ты можешь стать на фрейлинию, где будешь фармить, это выгоднее, чем эти хитаты со Севером, и там еще не подозревает, и все кончится. Да, есть такое дело. Особенно, если брать то, что с ним Огр стоит, а Огр очень еще силен на линии. Кстати, у него же, по-моему, самый топовый винрейт в виде саппортов на бостонском мажоре, 61%, если я не ошибаюсь. Огр-то? Я помню, Ор, эти, Альянс его, на ней те играли раз. Ну, почти все, наверное, может быть, одно или две играния, они в ней играли, и выступили очень плохо. Ну, это Айлайнс, а тут квалификация. Ну, а это квалификация. Ну, в Китае, например, у него топовый пикрейт среди всех саппортов. Можешь зайти на статейку, почитать, на этот, на доты. Вот, Иогурт там тащит просто, люто. Так, баунти стоит на миде. Все еще напрягать. Темпларку надо жестко, надо жестко, начинается насос от Рейзера. Ну, слушай, велосипедная шина из Темплара Ассасин нормальная такая, я тебе скажу. Ну, думаешь? Ну, предполагаю. Я не знаю, чувак. Что за вопросы? Просто констатирую факт, что демаж насосан, все замечательно, все хорошо. Клапан не сломали. Он же всосал, получается, а не насосал туда. Я не знаю, что. Главное, что клапан не сломали, понимаешь? Так, Омник просто разрубил сейчас лицо. Ты видел это вообще? Я видел это, да. Это грязно. Просто я по аналогии рассказывал, что получается, что Разор у нас хорошая шина, потому что в него перекачивают, накачивают дэмэджем. Блин. Слушай, это сложная материя. Да, получается, что Темпларк хороший насос. Там Омник с тем временем тоже хочет повторить. То же, что сделал у меня Найт, Оракл мне подставляется, не использует косов, поэтому живет, убегает. Ну, и надо ему, наверное, кипов где-то умереть, перерегениться и вернуться. Стягивается Рубик. Сказал, что-то у меня не очень комфортно в боте, стоит, что-то там настроил, у меня Найт меня убил, поэтому пойду постою в топе, посмотрим, как со мной справится Свен. И перетянулся. Я просто не особо понимаю, на самом деле, кем надо быть, для того, чтобы идти, атаковать Омни Найту, у которого дабл дэмэдж есть и Рубен на втором левере. То есть, ну, такие мулы, которые были сейчас. Ну, надежда на команду. Команда! Команда? С криком дайв, сэм, здесь. Очередной насос. Так, продолжается шина. Но в сфере уже нету возможности как-то заюзать. Ой, как можно. Чем успел сделать дэмэдж, поэтому слишком больно, и Темпарк погибает. Ну, чё, нахлестали и в спину, нормально так. Ты, кстати, не читал, у нас Госдума собирается изменить статус домашнего насилия с уголовного на административное. То есть, теперь, если ты бьёшь свою жену, например, можно совершенно спокойно отделаться общественными работами. И, вот если представить... На дому, да, ещё и на дому. Вот, и... В общем и целом, то есть, ты совершенно спокойно можешь примерно такие же следы своей жене оставлять, как плётка Рейзера. С остальных штормом. То есть, такое. Нормально. Не уверен, что это здраво, посмотрим, что из этого получится. Ну, там просто есть свои причины, потом мы об этом... Ну, мы не будем с тобой на стриме об этом говорить. Я понимаю, о чём идёт речь. Как это работает просто, но мне кажется, они вот борются. Ну, как бы сказать, можно попытаться законтрить сразу всё, а можно сделать, как они предлагают. Угу. Хакона в най, взяли что. Так, у нас там Рубез. Рубеез. А ты жить-то будешь, друг? Нет. Не будет. Ну, ладно. Рубероиды убили. Это хорошо. На миде, тем временем, влетают чайника. Чайник понимает, что надо делать тепаут. Есть стан. Есть стан. Анимация, агро, слишком долго. Тяжatre руки, Огра просто. Здоровые, синие, тяжёлые руки. Поэтому не получается вовремя поднять дубину Или тяжелую дубину с тяжелыми руками Короче, думайте как хотите В любом случае анимация фаербласта оказалась слишком долго Для того, чтобы сбить ТП Рейзеру И получилось то, что Бритвушка улетела быстрее Так, пташка на миде Сейчас к ней приходит еще и чайник Начинается шили опять Азраиль начинает выбивать из него армор Очень неприятно Здесь Огра, здесь Рубик Похоже, что надо отходить Азраиль сейчас может пойти и убить их всех Потому что никого не наносит Слушай, ну а на топе С Вэн продолжает фрифармить Это может быть очень серьезной проблемой Примерно то же самое, что у Алонов был на X Например, так, на боте тем временем Веселуха от Омни Найта Он раскатил лайфстилера на рейдж И теперь у лайфстилера Проблема, ему приходится уйти И засейвиться при помощи фласки Вот это нормальная тема Омник молодец, мне нравится то, что он делает У него есть чувство Омнинайтизма Как бы это не звучало Только сейчас я понял, как это звучит Так, и что делает СВЕН Смотри, как он круто фармит этих хрипов Орукл говорит, действительно здорово Подхватить вплотную, чтобы Урса клапнул Чтобы Кентавр топнул Короче, по полной Испортил свою, ну здесь жизнь И тот, наверное, сейчас не очень доволен Действием саппорта Зато у меня Найта с легкой линии Купил серебряный Сулурник Хватает у него денег И надо как-то пробиться до магазина Поэтому начинает он разминать еще муки в Огру Забегает в магазин Буквает Сулурник и готов Колдовать без предупреждения Как же тяжело Ташка пробивает Рейзера Сейчас наблюдал за тем, как она дайвала с ним за Тавер Как обычный вездесущий Баунти Хантер Который уже долбал эту Темплор Ассиан до смерти Пришел сейвить своего тиммейта Азраэль увидел, что здесь имеется стаки Но из-за него ничего не хочет делать пока что А что он с ней будет делать? Поставить вард просто? Во, поставил, все нормально Поставил, и Рубик Кюрана поставил свой В итоге его Сандерак не достает до варда БХ Поэтому спот забыл очень Обломно, обломно, конечно Мне приятно Сами виноват Так, Омник Нет, все с ним будет в порядке Нас спрашивают, мы у Куриной Что мы такие темы обсуждаем То есть получается то, что в Государственной Думе Они тоже обсуждают эти темы И они в порядке Либо такой вариант, да? Не знаю Я просто не хочу говорить в прямом эфире о том Что у нас в Госдуме сидят Нет, это вообще можно обсуждать Но вот Например, обсудить Стояние у Минайта на бот-лине Определенно стоит Сюда еще стягивается Свен Похоже, будет какой-то интересный выход Через его стан, через подхил Как раз под седьмого Минайта Чтобы у него был четвертый квалификейшн Который будет носить 360 чистого урона Воу-воу-воу-воу Полегче Поступает день Похоже, ганг не удастся У Минайта хорошо подхиливает Пошла драка Да не, это какая-то фигня Бежит, бежит бассейн, пытается Заюзать ульту Залазит Вылазит снова фуловый Стан Свена Не прилетит Молот не летит Ну там рейдж в любом случае На икс прожмет Все будет порядок Подловить-то не, ну подловить-то можно было Как? Там перчатка летит Миллиард лет этот Молоток Замахиваешься Отменяешь Он нажимает рейдж Как Жесткий парниш Потом кидаешь молоток, когда у него кулдаун Минайта уехал с линии, похоже, ганг Шалос не удалось Да, шалос не удалось Теперь нюкс Залманга Нажал вендетту И поехал в центр Делать свой ганг С карточными играми и куртизанками Находит Разора Дает инфу и нападает на него Сразу не вну Ооо, это же му Собственной персоной Ты узнал его? Узнал Это просто О боже, это он Так Ну, Исвен по старинке уже Как принято на данные леги Используют Друг тюшки, чтобы фармить просто крипов в лесу Ну и должен доносить себе доминатор Чтобы переманить крипа Чтобы фармить стаки И делать их Чаще Чем когда саппред будет мимо пробегать Но пока не торопится Можно было курьерта и свистнуть Не давать его у меня на эту в топ Так и покупает свой доминатор Свен в виде тренажевого крипа Хочет на него нацелиться, используя доминатор И крип переманен Мяч в лузе, отправляется На третью базу В это время Разор тоже Не забывает о стаках, о том, что фармить Лучше больше, чем меньше И стакает сразу два кемпа Посмотри, слушай, Авалона, кстати Сейчас имели преимущество по экономике Но его возвратили до Абау То есть киллы-то прекратились А фармить все фармят То есть и на топе себя более-менее Никс неплохо чувствовал И Найкс на боте тоже Ну типа подфармливал Так что у них все более-менее в порядке Плюс Темплар Ассасин Сейчас должна еще и получать Дальнейшие свои стаки То есть она уже подфармила одни С Девардили, кстати Это вот абзец, который Мешал стаки Точнее ББХ уже прибирал Сейчас ставит вард Ломает сентряк И снова блочит Например Девард его увидит Он выходит на вис Теперь не видит Биржит сюда нюкс У него отсутствует просветка У власти Для просветки отсутствует тоже Поэтому нюкс Это какой-то глобальный Амнитуизм у чуваков Потому что Извини меня Ну то есть у тебя Четыре человека В команде Да все 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 пять игроков Не имеют ничего Для того чтобы просветить Баунти хантером противника Который по кулдауну Носится на Чужих стаках Зато они сейчас могут Своих ханчетов потерять Ох будет неприятно Хорошо что заходит Темпларка Видит это все дело Крип Должен видеть И Свен уже хочет Скорее всего сюда бежать Своей ультой Врываться Делать Сотипорт Разор Жмет Первый спел Давай Дружище Нужен вижен Отлично Снова в деле Его просто разрывают На двой стороны Вообще За одну секунду Свен врубает ГДС Начинает профусить Лайстилера Попытаются Ани его добить Перчатка влетает Лайстилеру До свидания Это всего лишь один минус Слушай А как они Как они не добили Рейзера Как-то очень удачно У них это все получилось Сделать И в итоге Омни Найт Просто спас Разора И потом От последующих костов Спас его Репелом Повторным Ну и Свен Забирает все стаки Вырывается Стоп-1 по Нетверсу По графикам Снова скачок вверх И сейчас Трампларка пытается Что-то сделать С противником БХ уходит Его видят В этот раз Но урона Просто не хватает Еще мисс С лоу граунда Вылетает И четыре героя Просто бегает В узком месте Пока все фармят Прям название фильма Да Ну и Свен Все-таки Получил свои стаки У него сейчас 5700 Замечательная жизнь До него начинается Конечно Противник все Завардил Все что могли Но Это не мешает Скорее всего Волонам Довести дело Здесь до Уверенного Хорошего Мидгейма Кстати Никс Атакует Все-таки Попадает Станом на Рейзера Приятно По-моему Он это сделал Под Нет Он не сделал Это под Стан Агра То есть Это Реально Было Мастерство От Му Молодец Парниша Все сделал Грамотно Интересно Почему Меня за то Что я Наклеил На Никса Фотку Му На стриме На 2 секунды Говорят Что я уволен За что парни Не надо так Не надо так Я же Я же По любви Вот Ну Вы сами Прекрасно Понимаете За что Му Кикнули С самого Ну Сразу Как только Они Взяли Второе Место На Интернешнл Я думаю Все Все Прекрасно Осознают Так Рубес Поставил Вижен Кстати Хороший Очень Агрессивный Вообще Рубен Все Нападут Сделал Темплар Проблема Нас Высасывать И Рейзер Добивает Самый Первый Тракил Который Они Сделали В Эй Довольно Поздно Очень Много Денег Слушай Сразу Заник Са Который Вот Ничего Ни Стрик Не Вообще Никак Никуда Ни Почему Дали 557 Голды Плюс Вышка Сверху Это Все Рно Очень Выгодно Опять же Они Уже Выигрывают По Голде 2000 С лишним То есть Им Еще Не Доплачивают Из-за Разницы В Финансах Покупает Еще Аркана Азраиль После Этого Фрага Сразу И Готов Давать Треки Во Все Место И Сейчас Возможно Они Найдут Огр Мага Или Азраиль Вообще Очень Много Сделал Для того Чтобы Унизить Тембларку Красава Учебра Замечательно То есть Я не Говорю Что Трек Там Бесполезен Но Я имею Смысл Что Орбик Бесполезен Все Замечательно Тем временем Мога Пришел Вместе С Найксом Деф И Ботом Тавер Проблем Лишь В том Что Их Всего Двое Пришел Еще Рубик Омни Найт Отхиливает Израиля Раздамаживает Рубена Рубена Свидание Это 30 секунд В таверне И Потом Вышка Будет Уничтожена Второй Отсюда Героя Подбегает Бх Дает Свой трек И Под Репелом Все Пытаются Убежать Все Еще Видно Бх Он Все Еще Ускоряет Всю Команду Противника Сюда Бежит Также Никс Снтс Бомбы И Бх Продана Но Нет Подкил Дмитрий Да И ты Куда-то Пропал Так У меня Все Повисло А Окей Лайссилер Въезжает На него Въезжает Подрепелом Свен Очень Много Боли Может быть Он Несет Если Когда-нибудь Добежит До этого Несчастного Найкса Все-таки По нему Прилетает Стан Лайссилер Прожимает Рейджу У него Остается Совсем Мало ХП Но Он Обузит Армлет Дальше Станы От Никса Неплохи Надо Раскатить Свена До конца Умни Найт Прожал Гардиан Анжел И Че Теперь А теперь Темпларка Влетает За одну Тычку Убивает Омника Стан От Свена У Свена Больше Вообще Ничего Нету И В общем В целом Мы видим То что Дуа Бау Выиграли Этот файт Два В один Потеряли Только Огра Рейсер Правда Тем временем Сплетел На топе У него Уже Есть Драгон Лайн С 2000 Голды Сверху Никс За ним Выехал Никс Правда Ничего Делать Не будет Понятное дело Что катит Свена Вот поэтому Он покупает Блинк Для того Чтобы Сразу же Въезжать В файт Жестко Дерзко Без остановки Без напряга Для того Чтобы от него Никто не убегал Ну и дальше БКБ Сверху И будет Вообще Все замечательно Соответственно Сквозь БКБ У Дуа Бау Здесь вообще Никакого контроля Нету Только голый Дэмэдж Но хватит ли его Чтобы пробить 20 До Пармора С Варкрая Я не уверен Сомнительно И очередные стаки Забирает себе Сван Похоже Что Ну сейчас Вот смотри У него 8400 Нетверс Посмотрим Что же будет Когда он Закончит Фарм Но Парк Он точно Должен Обогнать За большим Запасом Ребята Не смотрел Игры DC За штоки К нулю То есть Ты сейчас Другу В прямом эфире Признаешься В том Что не смотрел Интернешнл Это грязно Ну все Ну если Не дофармил То как будто бы Почувствовал Что где-то Здесь будет Его не видят Здесь есть У ораку Но он его не ставит Ну в смысле Ну в смысле Он же должен был Почувствовать Запах муравья Должно понять Что у него Кто-то личный Экспириенс Когда он Вет Эншн И это не его Ораку Но нет Так Темпларочка И удается Это сделать На него Что-то уехать Ташка здесь Погибает Лол Рошан Я убил Нормально Не забирает Рошан Огрмага Тот падает И все Треки-то Работают И там И там И кстати Вот по поводу БКБшки У них есть Репл Чем Свен Активно пользуется Его правда Поднимают Не дают Ему работать И с ворованным Реплом И войдет Рубик Кинутый На него Трек Блинк-ин На Никса От Свена Все Замедлили Пошел Карапаси Опять же Его просто видно Пошел Под хил Молоток И птичка Под хитин Залетает Никсу Тот тоже Погибает Есть ворованный Хил от Рубик Кому Мог пытаться что-то сделать Но без Лизы Просто не хватало Рейнджи Чтобы достать До нюбсах Тон Позиции Неудобные Четко Конечно Сомнительно Вообще Все что сейчас Делают До Абалон Только вперед А да Все Ты за них Тельхайпишь Нет Вот Ластилер Взялся Диффуза То есть Парни просто Не напикали Ничего Что может Иметь Диффуза Ну в смысле Кому идет Собирать Диффуза И приходит Сейчас на Наиксе Вот такими Взращениями Заниматься С одной стороны Нормальный Девайс Но Не особо Хороший Собрать Что сейчас У Наикса Не так уж Шикарный По экономике Если бы Немного Было Там Кривосходство Пару тысяч Да Он мог бы Себе Позволить Без особого Ущерба Для развития Персонажа Но Сейчас Конечно Выглядит Не очень Воот Инфеста Вендетовый Заезд Это Муравиновые Инцесты Можно Просто Идти И убивать Рейзора А получится Ли у них Нужно попадать Станом В смысле Сейчас Сейчас Я подключу Картинку Поставить Вот Сейчас Изъявили Смог Сразу Стоит Под себя В центре И нападают Нет Да Поставят Но не очень Удачно Увидели Никса Уже Убегающего И похоже Что продолжение Драки Из Смоков Не будет Будет Просто Выход Так Так Страшно Вообще Никсу Просто Жесть Да 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 Они Все Повернулись На меня О нет Они Достой И Так Вендету Не нажал Но Станом Попал Потому Что Вендету Не нажимал Вот Поэтому И попал Станом Так Он Второй раз Когда Мазал Он Нажимал И не попал Все равно Сейчас у него Куда Он Насал Не может Продолжить Свена Ой Ой Станчик Влезает Сейчас Сразу Наикс Пытается Раздамажить Свена Свен Поражал ГДС Опять же Надо его Добить Ну надо Добить Этого Свена Нет Не получается Никак Рейзер Уже Разобрался С Никсом Дальше Лайфстилер Пытается Сожрать Рейзера Но Рейзер Жесткий У него Исплетка Но нет Чайник Все-таки Был добит У Мнинайт Остался Один Паладин Кричит Пацаны За свет За жизнь Но нет Пацаны За жизнь Не играют Дообау За дайер Поэтому Они просто Жгут Напалмон И до свидания Рошан Еще сверху Ну вот Плохо сыграл У Мнинайт Он поздал ГА Когда Свена Уже Добили И Ну как-то Грустно Инициировали Причем Долгое время Найкс Сам не понимал Может он Убивать Свена Не может Убивать Свена Мог бы Давно-давно В него Вцепиться Уже И в общем-то Добить Как оно И произошло Но как-то Что-то думал Что надо Кайтить Хотя Кайтить Это уже И не надо Было Все там В порядке Ну и Темпларка Очень грамотно Конечно Сыграла Позиционка У нее Была Супер Замечательная И наконец-таки Она вошла В раш И исполняет Тот самый Мидгейм Который должна Любая Темплар Ассасин Иметь Хороший И сейчас По-хорошему Просто единственное Что нельзя делать Дуоба Затягивать Это все Клэйту Потому что Там дальше Будет сложно Против Свена Против Фрейзера Омни Найта И Баунти Хантера А ну Оракул Кстати Не чувствуется Что-то Вот ты Видел Хотя бы Раз Шабан Пока Нет Я пока Вообще Не видел Хотя бы раз То Либо на себя Либо в не особо Важном моменте Диффуза первые Появляются УТАшки Готовы Воевать Сомнинательно Теперь Га не будет Спасать вообще Но опять же Должен Оракул Себя хоть раз Реализовать Потому что В ластфайте Он умер с удара Считай От той же Та Как-то жить Надо БКБ Все-таки Делать Све Свена Хотя У него Вроде бы Есть Репл Можно Был дальше Вороться В дэмэдж Ну и Разор С своей Яшей Тоже Не самый Богатый На этой Карте Персонаж 2-300 У него На руках И не Покупает Какой-то Грейт Вот Форстав Купил Да Это Будет Выход В пику Пайк Хогар Поставил Вард Идет Смакия В топ Сейчас Нюкс Видит Разора Видит Свена И мог Пытаться Выйти Пошел Блудласт Бояться Лезть Тут Сейчас Не в пику Будет А в черве Судя Потому Что Делает Баунти Хантер То есть Он Сейчас Всех Спалит И До Обау Должны Все Понимать Прекрасно Видеть Да Кстати БХ тоже Видит Он Иззает Трек Все Ганг Не удался Все Драка Драки Не будет Нюкс Скупил Мидас Вместо Даггеров Только Что БХ Продошился Встал На трап И Не выжил Блин Гопика Готова Прогрейдился Это Была Противопехотная Судя По всему А где Был Оракл Вот Вопрос В чате По поводу Предыдущего Файта Вот Я согласен Я не Очень Понял Что Он Делал Кого Он Сейвил Ну Наверное Я просто Не наблюдал Или Я его Просто Вырубил Ганг В ближайшее время Потому что Как-то Начинается Снова Форма Дота Самим Дообао Инициировать Ну Надо Потому что У них Есть Айгис Совершенно Логичный Нужно Его реализовывать Кем-то Образом Либо Сносить Тувра Либо Инициировать Файт Либо И то и другое Вместе Взят И они Начинают Рушить Тир Ту Тир Ван Вышку Таще На топе Так Демонтировано Успешно И теперь Надо Демонтировать Еще И вторую Туда же Так Никс Под вендеты Ставится Центряк Его видят Дасты Еще сверху Просто Одного Центряка Не хватает На одного Никса И залетает Свен В центре Сражения Разрубает Мосику Несчастному Никсу Дальше Еще надо Доконтрить Этот несчастного Рубена Рубесик Бежит Рубесик Орет Братцы Не надо Пожалуйста Приходит Найкс И Начинает Борьба Она Конечно Обречена На Печаль Большую И Это Минута Обратные Арморы Но В это время Ташка Забирает Не на это И пытается Бежит Но Приезжает Трек И Ее Здесь Забирает Разрубает Под треком Богоподобие 900 Голды И Очень Сильно Апается Да Но Тем временем Тир 2 Вышка Падает И Это В принципе Тоже Довольно Приятное Приятное Приобретение Для 2 балла Хотя Ташка Ясное Дело Могла Не давить Так Жестко Ух Как больно Ты жёшь Ты ж Мой Жестко Нет Все Ладно Вроде Роди живы Теперь Может Цеплять Огрмага Скорость Явно Побольше Будет У Разру Но Огрда Супер Медлительные Парниши Должен Загонять Его И Не отпускай Огрмага Всянет Время И Погибает Еще Один Трек Да и по деньгам Ситуация Хоть в итоге Ушла И Винус Для Авалон Все-таки Кор Герой Разор Чувствует Себя Теперь Куда К Увереннее Да Что я могу На это Сказать То что Сравняли Сейчас Авалоны Точнее Авалоны До Абао По фарму Посмотри Вообще Даже Все Примущество Было Полностью Нювелировано И До Абао Намекают На то Что они Хотят Полностью Вкамбетчить Это все До конца Два Последних Файта Были Достаточно Нормальные Плюс Две Вышки Сломаны На топе Никс Виндетти Заезжает На Ауми Найта Вот Кстати Замечу Я Что он Перестал Просто Просто Перестал Давать Дэмэдж Свиндетти Для того Чтобы Станить Людей Это Достаточно Забавно Как минимум Так Влетает Рейзер До свидания Никс Пытался Сделать Тепаут Но его При помощи Хаммера Тетки Убили И Теперь Уже Осадки Ракс Появляется У Найкса И Это Хороший Пробед Тинкс 902 Голды За Несчастного Скоробея Я Вот Столько Не Дал Честно Горя За Этого Я Б Дал Я Вообще Не Дал Как Там Видишь Айсфрок Не Считает Наше Мнение Здравым И Выдает Именно Столько Денег Мне Кажется Знаешь Как Работать По Стратегии Спаршивовцы Хотя Б Плог Так Ну И Надо Занести Тирту Неплохо Было Бы У У У У В Пауза Что Случилось Хованские Здания Что Здесь Не Знаю Равно Равно Кали Слушай В этой Карте Все Замечательно И В Предыдущей По Моему Тоже Было Все Замечательно По Судей У Меня В Китае Я Смотрю Слайдшоп Пол Игры Перед Заходом Не Сильно Спасают Я Смотрю Украинский Ток Шоу Градую Жизни Го Говорит А Лайстиллер Го Говорит Си Джей Кстати Они Играли На Батлкапе Под Клан Тегом Си Джей И Победили Ну Я их Конечно Поздравляю Но Мне кажется Что Профики Явно Должны Обыгрывать Всех На Батлкап Не Не Выиграли Так Мидл Ест Лайстиллер Просто Грызет Товара Милибарак Совсем Скоро Упадет Да Он Падает В Преисподнюю И Можно Возвращаться Домой И Найкс Прожимает Рейш Миссис Тэп Аутом Все Замечательно Все Хорошо Ну И В свою очередь Да Они решились На ботом Вышки Но Мне кажется Что Авалоном Явно Надо было Сражаться То есть Без Вариантов Но Скипетр Юл Что Дает Ему Возможность Все Поражимать По Несколько Раз Возможно Даже Но Насколько Же Был бы Симпатичнее Тоже Самый С Инженер С Радиком Например Да Все Что Угодно Да Данишар Смотри Вот Он идет Да И И Рэпл Да До него Дает Дифуза Он Хилится И Иззает Га Дифуза Поднимает Сяв Юл Дифуза Гост Дифуза В итоге Он Выманивает Четыре Я Я Это Сказал Только Что Типа Да Прикольно Что Он Долго Живет Из-за Этого По Несколько Раз Дает Свои Сплы Но Боже Мой Я Не Уверен То Что Это Работает Для Них Работает Работает Уже Осталось Два Заря До У Ташки Осталось Четыре Заря То есть На Полтора Омника У них Еще Хватит Так У них Это Только Первые Дифуза То есть Там Еще Сверху Они Купят Сибири Сепс Пережить Будет Еще Два Четыре То есть Пять Омников И Они Останут Себе Снимают Пять Омников Ты Думаешь За это Время Катка Не Закончится Я Не Знаю Но Пять Раз Умерить Это Не Очень Сложно Это Факт Но Я О Да Я Не Знаю Что Здесь Происходит Вообще То есть Это Камбэк Которому Овалонов Вроде Как Простейший Совершенно Набор Персонажей То же Самый Рейзер Отлично Ся Чувствовал В миде Все У него Было Замечательно Проблема В том Что Он Чайник И Если Чайник Не Сноуболит А Потом Еще Не Убивает То У него Начинается Трабла С фармом Потому Что Он Фармить Как Темплар Ассасин Не Может И Темплар Ассасин Которая Имела Ровно Столько Фарма Сколько Эрейзер В религейме И Даже Немножко Меньше У него Сейчас 17 Споловиной А У Чайника 13 Споловиной И Да Конечно Скажется Это Потому Что Трипл Килл На Рошане Был Но Это Еще Потому Что Темплар Ассасин Очень Круто Пармит И У нее Уже Блад Торн И Извините Меня Противники Должны Блад Торна Просто Будут Истекать Кровью Ну Потому Что Это Блад Торн Логично Совершенно Так Въезд Куда Полиция Баунти Хантера Арестовали Хотя Хорошие Кстати Пурши Ну И Свен Пытается Огра Посадить По полной Но Не Получается Пока Что Темплар Ассасин Забивают Аэгис Уже Неплохо Есть Чем Дальше Прогнать Нюкса И Вот У Топлотки Нет Дэрмжа Успела Даггер Аут Прыгает Нюкса Нюкс Под вардом Погибает Отвылась Лавстилер И Делает Тепаут Прейджи Огр Вписывается Огр Погибает А зачем Он Вписывался Кто Огр Обратно Ты Меж Зачем Пришел Да Я Не знаю Милбиря Очень странный был Мув со стороны Огромага Отличная драка Минус 3 Минус Аэгис Снова В ноль По графикам Выходит Авалоны И Это Начало Очередного Хорошего Семейного Камбэка Чебаха Покупает Себе Форстаг Для Сейвы Команды То есть Мы уже Покупаем Покорн Сейчас Ну да Да Ты предпочитаешь Начис С сырным Солененький Солененький Не Сладенький Для Гомосексуалистов Это определяет Ну это Сто процент Я даже не пробовал Откуда ты знаешь Ну в смысле То есть Я видел пару В детстве Мне кажется Видел Видел пару Употребителей Которые ели В моем понимании Так они ели А Окей То есть Шестилетние дети Которые любят Сладости И сладкий Попкорн Глядят тебя Та же как Это Ну это Пассивные Представители Ничего еще не знают А Окей Окей Все еще Представители Сексуальных Мишин Так Никс Влетает на Свена Слушай А ему может быть больно Смотри как больно Как больно Нужно добивать Нужно жрать его Жрать его до конца Жрать этого Свена Нормально Сожрали Семидесяти секунды В таверну Туда же полетел Еще и Баунти Хантер И чайник Прожимает БКБ Надо жрать ТП Аут И он Уйдет Все Хорошо Не знаю Очень странно Ворвался Свен То есть у него было Очень мало маны И за время стана На стилер Просто успел Доесть Ему всю ману И Свен Не смог дать Ни стан Ни нажать ульту То есть у него Ничего не было Поэтому БКБ не выжил Даже не стал его Нажимать Что я могу на это все сказать Вроде как По-моему Все вообще Файты здесь Решаются Не чистым скиллом А именно тем Что пацаны Одни въезжают В плохую позиционку Другие в хорошую Ну вы скажете Что это в принципе Скилл Вы будете в какой-то мере Правы Но вот предыдущие От долбау Например Когда они зашли на Рошана И с лоу граунда Атаковали Тут ну Ничто их не может Простить Да Такие вещи Их в принципе Хорошо наказали Рейзер кстати Неудачно Завязал Статик линг Высосал всего 14 дамажа Что в нынешнем состоянии Их реалив Не имеет никакого смысла Лайфстиллер Пытается забить До смерти Милибарак Нормально Хорошо у него получается Лайфстиллер Прожимает рейджу Типа аут Рейджет сет заканчивается Там по-моему И в конце концов Он успевает уехать О мой бог То же самое касается Тамблорасаси Все Да и плевать на игра Вообще Сейчас смотри На базу летит уже Уже близко И на подлете Вот он И попадает во всех Баба Красиво И трек снимает Трек снимает Не, не должен Ну я шучу Там скорее закончился Но в общем В целом Как это выглядит Выглядит это так Что у нас уже нету Двух милибараков У Авалонов И Авалонов За Авалоне Или по полной И что-то как-то И это грустно Выглядит Совсем Мертый свят Несчастье в семье Сразу минус барак Навистая трепы на Рашане Ждут Следующего появления Я не уверен Что они Дождутся Следующего Роша Они зайдут раньше Потому что Любой минус От этого минуса Можно будет играть дальше Есть ли гем У кого-то Ни у кого нету Гема Нету возможности Найти вот этого самого Бх Бх Хочешь напасть Бх Не вздумай Плохая идея Да не Мне кажется Он не хочет Я смог его убедить Он мековый Баунти хантер Какие нападения Вообще То есть Дать тычку Сбить Трек Врывается Свен Дает Такой себе Молот Успевает реагировать Нюкс Не знаю Кто из них Больше владеет Свен Что попытался Сделить Что вернулся Но в итоге Все разошлись И в позиции Стоит Бх Жмется Смоук Бх Сразу его теряет И На вардах Сейчас будет Фуалева Хорошо врывается Свен Рубика Рубика Поставлю Он успевает Жить Еще форстаф Теряет свой гем Который мы Только что привезли И теперь Нюксу Пора бежать Трап Ответная Влетает Сейчас Нюкс Дает встанчики На Баунти Хантер И начинает Жрать Лавстиллер Присасывается Суп К Лавстиллеру Сразу Чайник Тем временем Темплар Ассасин Начинает Заниматься Свеном На Свен Вылетает Ульта Оракла И Свен Просто Прикончил Темплар Ассасин За два Удара Дальше Поднимает На его Лах Нюкса До свидания Нюкс Отправляйся Скорее Домой В таверну Ну и Остается Только Еще И вот Этот Парниш Который Красный Прожал Рейдж Сделал Тп И улетел Домой Все у него Хорошо Хотя бы У кого-то Хорошо Да Ну Какие-то Все еще Очень-очень Непонятные Мне инициации То есть Вы потеряли Рубена Все равно Надо въезжать На контр Инициации Хотя Противник Не потратил Ни одного Ульта То есть Я понимаю Когда У вас Оппонент Не имеет Какого-нибудь Гардиан Энджела ГДС Окей Да Тогда Можно 4 на 5 Идти Пытаться Драться Но Что Вот это Сейчас От Дуа Бау Кто У них Там Начал Кричать Что-то Типа Кинь Семь И Это Контратака Там Влетают И начинают Драться Я не знаю Зачем Я не понимаю Это Доты Все еще Зато Я хочу Сказать Что У меня Уже Несколько Драг Отлично Выманивает На себя Диффуза И Вот Уже Апнутые Тихоньку Полигонику Начинают Заканчиваться Заканчиваться Первые Вутем Парки То есть Еще Примерно Три Смерти И Огни Найт Опустошит Их Карманы А при этом Всем Свента Урон Наносит Так что Не стоило Загадывать Игра Видимо Еще Не Закончится Чем Меньше Сторон Теб Проще Их Дефать Попахивает Камбэком Интересно С какой Стороны Потому что Здесь Камбэк На камбэке И камбэком Погоняет Потому что Ни одна Эскамад Не может Удержаться Наверху Ну то есть Понятное Дело Что вы скажете То что У Дуалбао Намного Более Симпатичная Ситуация С той Точки Зрения Что У них Два Мили Барака В плюсе Если Можно Так Назвать Но Все Еще Против Свена Ты Никогда Не Знаешь Чем Для себя Карта Закончится Ну У него Кританет Он выиграет Не кританет Не выиграет Хотя Может быть Даже Без крита Справится Потому что Появляется Еще Грешная Медаль Комни Найта Теперь Еще Будут Миссы Поэтому Сам Въезд На Баунти Хантера Что Это За Наглости Сейчас Или Они Не Знают Что Это Въезд На Баунти Хантер Они Не Были В курсе Все Это Азраил Вышел Из Инвиза В него Въезжает Темплар Ассасин Дает В спину Смел Да Тычку В конце Концов Азраил Все-таки Выживает Ройзер Все-еще Насасывает Темплар Ассасин Та Шикарно Исполняет Шинку И Это 224 Высосанного Дэмэджа Плюс Мертвый Темплар Ассасин Ланая Сказала Нюксу Бежать Оу Мусы тоже погибает 1318 урона Если я правильно видел цифру Вылетает ему лицо И под это дело Сейчас Можно пойти И наверное попробовать Поломать немного Хайграунд Если бы еще Они знали Что в темпларке Нету Байбэк Они бы точно так сделали Хотя возможно Они сделают это В любом случае И отправляются Надо пойти На байбэк Они возможно Как минимум Пытаются выменить Байбэки Это самый правильный вариант Если байбэка не будет Они просто ломают Если будет байбэк Ну и замечательно Мы выманили деньги Отходим И СВ На хайграунде Антибэкдор еще работает И на него просто плевать Смотри Они пробивают Здесь это все Выкупается нюкс Но не выкупается ТА И вот они это понимают А вот Ашки уже появился Байбэк Да Но она же еще не выкупилась То есть Ихот так плану не ставит Потому что база горит Базу можно забирать Врывается нюкс СВ Нажал Варкрай Далее репл Ворует Варкрай рубик И СВ Просто ломает Найк сцепляется Сразу же Просто не попадает Но тут его Ты за грейжный медаль Готов Так Ну и СВ Въезжают Он попытается добить Мили-барак У него это получается Врубает ГДС И уходит Вот это ГДС Слушайте, друзья Врубить ГДС И сделать тэп-аут Это достаточно Серьезное решение Рейзер То же самое С ним все будет в порядке Или нет Я что-то не понял Алло А почему он остался То у него же был тэп-аут Под БКБ Кто ему сбил Возможно кончился БКБ из-за Башара А, слушай Это вариант Да, это вариант С колбашем Но зато Из того, что Огр отошел Разбираться И Рубик отошел Разбираться У одного из них Был ГЕМ Они отпустили БХ Где ГЕМ На самом деле Я считаю Всех клипы Не могу найти Только что был Просто выложили что ли Что с ними не так Ага Он оказался в БХ Рубик просто выложил ГЕМ В БХ Это новости Ну и забирают До этого Рошана Сироэгис Огр оставляет Свои варды И все Разбегаются На самом деле Возможно я не прав Да нет Если у него Сучь не было видно Короче У кого-то ГЕМ Был Теперь этого ГЕМа нет Так Ну и долбал Попробует зайти на ботом Забайтить противника На выкуп Рейзера Точнее просто Заставить его Выкупиться Свен купил себе Сатаник И может в соло Честь 2 секунды Прыгнуть с ГДС Просто убить Лайстивера Влетает Но он влетает На темпу Рассасина Сразу же Форстаффер Лайстивер Вкрызается в Свену Тут прожимает БКБ ГДС Иии Пытается Раздамажить Лайстивера Тот пытается Уйти В свою очередь на фейзах Из него высосано Уже 160 дэмэджа Рейзер продолжает Насасывать по полной Две тычки в Рубена Рубен до свидания Дальше еще и в ответ Контр инициация От Лайстилера У него все еще был Аегис Поэтому он может попытаться Выжить на второй Свой Заезде сюда В Свен Тем временем Уже без БКБ Его раскастовывают По полной До свидания Свен у него все еще есть Байбэк Он сразу же прожимает Байбэк Рейзер Пытается уйти На нем кстати есть Репел Можно все еще драться Он снова начинает Сосать у Лайстилера Дэмэдж Свен тем временем Дал по нему стан У Лайстилера От кулдаунился Рейдж Он сразу же его прожимает Начинает атаковать Свена Свенчик все еще живет Но у него нету Больше ничего И подмога никакая Из-под его тиммейтов Не исходит Баунти Хантер Месте с Рейзером Оказываются здесь вдвоем Их по трэпами Скорее всего догонят И убьют Отличнейший стан От Никса Это просто рэвид Боже мой Му Это другой совершенно На уровень игры От этого Никса Ассасина Но Баунти Хантера Никто не видит И поэтому он просто Будет смотреть И наблюдать Как его ТВРа падают Мы видим то Что 2855 голды Дуобау получили С этого тимфайта Ну а Волоны пишут ГГ И в этой бестов 2 встречи Не будет победителя Ну и замечательно Ну и хорошо Не переключайтесь Так ну давай Последние слова свои Я просто не знаю Чего тут еще говорить По статистике Как обычно Можно посмотреть Что чего и как Мы видим Что не очень хорошо Себя показал Все таки Оракл Который захилил 4000 Номагал 4000 Он был здесь Совсем бесполезным Никому не помогал Никому не мешал Снимай Зачем тогда Он был здесь нужен Один раз Или два раз Его ульта Хорошо залетала Ну и красава Рубик Который может быть Сделал мало В плане урона лечения Но вот он очень много полезных вещей Воровал всякие треки, что позволило команде вернуться в игру Воровал War Cry несколько раз Что не позволяло Свену из-за большего количества армора Разбивать в сплэшовом всем лица Ну и Темблар, которая просто забила на все Нафармила сеншитов много денег И выиграла игру С чем мы ее и поздравляем Да, при этом, кстати Фарм-то у Свена был тоже замечательный То есть равный практически Темблар Ассасин Так что были шансы, но да ладно, бывает, случается В любом случае, если вам понравилось Записывайтесь к нам на Точи фолловите нас на твиттерах Соответственно, Собака, Кристалл Мэй ТВ И Ин Мотео И до скорых встреч Надеюсь, что никогда не на Китае Ну то есть с Митяем на Китае Со мной, соответственно, возможно на Америке Когда-нибудь Завтра, наверное, еще не, завтра в среду, да? Да, что-то у тебя там было Завтра у меня ничего Ничего? А на этом канале у нас будет в 7 часов Комментировать адекват вместе с Форсом До 20 Л будет лига И параллельно с этим Еще начнется Дрим Лига На хитбоксе Я так понимаю, ее комментируют Вилат с Гатхантом С 8.30 по московскому времени Так что Следите за носами В наших официальных группах До 2 Рохаба Можете и на КС А еще тоже подписаться Заодно Потому что я, например, в эти Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому